Всем привет, с вами Николай Сюридов, и это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем обсуждать различные прикольные около-IT-шные питонячь вещи. И сегодня продолжаем говорить про конкурентное выполнение программ в питоне и очередной ролик по многопроцессности в Python. Третья часть у нас про конкурентность. И поговорим сегодня про такую вещь, как класс процесс из модуля мультипроцессинг. В прошлый раз говорили про форк. Сегодня будем говорить про процесс и постановка проблемы. Какая вообще? Зачем нам какой-то там процесс? Что ты нам лечишь, Николай? А дело в том, что, во-первых, системный вызов форк есть, он не во всех системах. Например, под Windows у вас этой команды вообще не будет. Даже на стороне питона вы не сможете запустить OS-форк. Он на вас выругается. И следующий момент, что с форком на самом деле не так удобно код писать. Там из-за вот этих вот ветвлений и всего остального, ну, получается некая упорность в плане синхронизации потоков. Ну, сегодня мы про синхронизацию не будем говорить. Мы просто посмотрим, как вообще потоки запускать через вот этот вот процесс. И что из себя процесс представляет? Это некая обертка питонно-подобная, да, то же самое, как когда я говорю обертка. Это вот подразумевается, что есть сущность где-то, например, на стороне операционной системы, да, а на стороне питона для взаимодействия с этой сущностью есть какой-то объект. Ну, например, объект процесс или объект, например, сокет или объекты, которые отвечают за взаимодействие с файлами на чтение или на запись. Ну, это один и тот же объект на чтение и на запись, просто в разных режимах открыто. Но речь про процессы. Итак, нарисовал я вот такую вот схемку. Что у нас здесь есть? У нас есть интерпретатор плюс стандартная библиотека и операционная система. Стандартная библиотека — это вот там всякие JSON-модули, мультипроцессинг тот же самый, там сокет, все что угодно, да. И тот же самый модуль OS — это штука, которая входит в стандартную библиотеку питона. Модуль OS активно используется внутри модуля библиотеки, модуля мультипроцессинг. И вот внутри мультипроцессинга есть некий класс процесс, который является оберткой над оригинал процессом, который на стороне операционной системы. То есть это такой клей, можно сказать, между вами и процессом операционной системы, когда вы работаете в кодовой базе питона. И, ну, программы, которые вы пишете на питоне. И здесь я сделал сноску класс процесс в Python. Это специальная питоннообразная обертка для взаимодействия с процессами в вибрационной системе по аналогии с обертками для работы с файлами. И как же вообще это все работает? Давайте придем в PyCharm. И здесь я уже набросал некий код. Ну, не будем уже писать. Тут достаточно простая кодовая база, и я вам сейчас покажу, как это дело все работает. То есть что нам нужно для того, чтобы завести новый процесс? Нам нужно просто создать, заимпортировать из мультипроцессинга объект процесс и передать при его сборке некий таргет, которое должно быть неким коллабл-объектом в данном коллабл-вызываемом. То есть это вот в нашем случае функция. И передать некий кортеж с аргументами. Ну, у меня нет никаких аргументов у функции f, поэтому я передаю пустой кортеж. Обратите внимание, что делает функция f. Здесь у меня есть за пределами функция f в глобальном скопе переменная cnt. И функция f будет писать, что она начала работать из такого-то процесса id, дальше засыпать на 3 секунды, увеличивать значение на 2. Ну, можно было на 1, вообще рандомное число можно было выбрать. И после этого говорит, что, опять, говорит, что вот такое вот значение из этого же самого процесса. Вот. Что я хочу сейчас показать? Хочу показать первое, что процесс действительно создается. Давайте я сделаю вот так. И поставлю здесь sleep, допустим, 30 побольше. Давайте запустим эту программу. И вот смотрите, здесь я написал ifname равно равно main. Эта строчка означает, что файл, ну, идет проверка на то, что мой файл вот live.py – это главный исполняемый файл. То есть мы именно к нему прописали путь, когда начали исполнение нашей программы. То есть, ну, равносильно, если я из консоли буду писать python live.py. Да, то есть буду запускать именно этот файл, а он уже там будет в себя импортировать, все остальные. То есть, если я запущу и стороннего, который будет импортировать этот, то не взлетит. И, ну, насчет name равно main я еще отдельный ролик сделаю, коротенький. Не берите в голову, просто, так сказать, повторяйте за мной. На суть это сегодня не повлияет. Мы сегодня простые вещи рассматриваем. Значит, и здесь я создал вот этот процесс. Давайте запустимся. И так. Да, и смотрите, что получилось. Он написал процесс finished with exit code 0. Почему так быстро выполнилась программа? Вы скажете, Николай, ты же тут 30 написал. В чем дело? Да дело в том, что я создал объект процесса питоновского, ну, питоноподобного, да. То есть, вот эту обертку процесс, name, parent, то есть, вот родительский процесс. Он сказал, какой родительский. Ну, это вот именно тот процесс, который запускает вот live.py. То есть, он, можно сказать, приготовился уже от него отпочковывать вот этот вот второй, другой процесс. Но этого не случилось, потому что я не дал команду старт, стартовать своему процессу вот этому p. То есть, у него, если мы полезем в кодовую базу, вот процесс и в base process, тут есть такой метод, замечательный старт и run, да. Вы можете увидеть старт, старт, child process, то есть, штука, которая порождает дочерний процесс. Вот. Соответственно, что? Так, импорты. Тут вот интересно посмотреть, что используется. OS, SIS, сигнал, интертус, трейдинг, много всего интересного. Ладно, речь не об этом, давайте вернемся. И давайте здесь вызовем этот метод start, pstart. Запускаем и видим, что f started from 69.92. Давайте с вами перейдем в мониторинг системы. Мониторинг системы и в объем Python. Давай, отыщи мне Python процессы. Вот видим, что здесь аж три Python процесса у нас целых запущено. И, кстати, вот это вот, ну, смотрите, не будем сейчас вдаваться в подробности, почему три. Ну, на один больше, чем мы ожидали. Вот. И суть в том, что вот мы с вами увидели, что когда... Давайте я сделаю так. Давайте здесь поставим time sleep 10 секунд. 10. И запустим. И посмотрим, сколько процессов будет запущено сейчас. Python. Видим, что один. И через какое-то время, когда у нас так, started from, сейчас у нас появятся еще дополнительные процессы питоновские. Вот. Мы видим, что уже не один, а целых три питон процесса. Два, шесть и семь. Соответственно, что мы породили только что процесс, как выясняется, даже два, с которым, внутри которого мы запустили в данном случае функцию f. И этих процессов можно наделать сколь угодно много. Давайте сделаем еще и процесс, запишем в p1 и запустим его. То есть тут у меня вот старты. Вот этот старт я сотру. Давайте запустимся еще раз. Только я уберу вот этот sleep. Запускаемся. Идем в наш мониторинг системы. Видим, что четыре процесса. Да, на один больше создается. Вот. Я обязательно это исследую и потом расскажу, почему так происходит. Вот. Значит, мы запустили. И они действительно выполняются у нас сейчас параллельно. Потому что у меня на компьютере больше одного ядра. Одновременно выполняться может все-таки больше, чем одна операция. Ну и давайте третий уж докинем процесс. И здесь я, наверное, троечку введу. Посмотрим, что они запустятся действительно все вместе. И все вместе закончат работу. То есть у меня получается абсолютно чистая параллельность выполнения моей программы. Давайте посмотрим на... Тут еще кое-что я написал. Зачем нам вообще эти самые процессы? И, как я уже сказал, это невероятно удобнее, чем писать с fork. Fork есть не везде. И отлаживать код с fork бывает тяжело. Объект процесс позволяет упаковать в себя функцию. Да и вообще любой коллабл объект, который мы хотим запустить вместе с параметрами для запуска. Дальше можно шатать этот объект как угодно. Что я имею в виду под тем, что шатать его можно как угодно. Вот смотрите, у вас, когда P создалось, объект, вы можете его передавать в функцию как аргумент. Вы можете запускать там, ну, точнее, обращаться к методам этого процесса. Ну, точнее, base процесса. Потому что тут есть и run, и terminate, и kill, и join. В общем, много-много-много всяких функций, которые позволяют вам взаимодействовать с интерфейсами процессов, операционной системы, если так можно сказать. А так можно сказать. Вот. То есть вы из питона всем этим рулите, и это бывает очень удобно. То есть вы, ну, прям вот полноценно взаимодействуете с объектами. Да? Это круто, это здорово. Вот. Кроме того, код гораздо более читабельный. Посмотрите, вы, ну, все логично, создали три объекта процессов, и дальше приговорили, по сути, их к исполнению. То есть никаких OS-форков. Вам не нужно заветвлениями здесь в данном случае следить. Не надо этого ничего. Вы просто берете и создаете объекты, говорите, выполняетесь. Все, и потом наслаждаетесь. Вот. Собственно, мы потом еще с вами поговорим насчет синхронизации процессов. Бывает такая еще штука. Вот. Но сегодня это трогать не будем, чтобы не удлинять ролик. На что еще хочу обратить ваше внимание. Смотрите. Вывод в консоль. F started from 7029, 7030, 7031. И дальше они закончили работу. Но обратите внимание, везде у нас результат двойка. Везде. Во всех вот этих процессах результат двойка, который мы создали. Тем самым подтвердили теорию в очередной раз о том, что у нас у процессов абсолютно независимые участки памяти друг от друга. То есть CNT у нас, несмотря на то, что глобальная переменная, мы меняли внутри функции F ее значение. Но в каждой из функций, выполняемой в индивидуальных процессах, значение равно двойке. То есть не было так, что 2, 4, 6. Везде они инкрементировали значение на 2. И, собственно, это замечательно, что показания сходятся. Вот. Теперь по поводу, значит, второго. Управлять по объектам процесс очень удобно, вместе с тем и самими процессами. Я в следующий раз покажу про старт и join. Вообще, как, в чем соль. Ну, старт мы сегодня посмотрели. Join позволяет синхронизировать процессы, чем помогают управлять потреблением ресурсов. Поговорим про это next time. И сегодня я закончу, пожалуй, тем, что расскажу про некие недостатки порождения процессов. Первый недостаток – это высокие накладные расходы за счет того, что под капотом нужно будет заводить новый интерпретатор. И под капотом, так, под капотом, под капотом два раза написал. И прогружать туда заново все исполняемые модули. Это я вычитал в умной книжке C-Python Internals. То есть каждый раз, когда вы запускаете процесс, по сути говоря, вы рассказываете операционной системе, что так, возьми вот этот модуль и запусти его, пожалуйста, вызови заново прогрузи интерпретатор, запусти его вот с этого места. И второй момент – то, что процессы имеют изолированные области памяти, поэтому для общения между ними придется изобретать костыли. То есть нужен некий посредник, который будет перекидывать информацию из процесса в процесс. Это может быть опиха, это может быть файл, это может быть база данных. Способов много, мы тоже их рассмотрим. Для нашего базового уровня пока информации достаточно. Вот, друзья, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что он был полезен. В следующий раз покажу вам один из животрепещущих примеров, как можно… Ну, ближайшие два ролика. Первый будет там про синхронизацию, наверное, либо я их объединю. Ну, в общем, покажу пример, как вообще с файлами работать с помощью процессов и, собственно, где вообще выгода, где они могут пригодиться. Вот. Спасибо большое, что посмотрели. Огромное спасибо спонсорам, ребята. Вы просто суперспасибо, что поддерживаете меня. Друзья, если вы хотите поддержать меня не только лайком, репостом, но еще и финансово, буду рад, можете оформить комфортный уровень пожертвований на платформе Патреон, на Ютубе и на Бусти. Спасибо вам огромное. Вы молодцы, учите питон. Всем пока.